Аллоха, друзья! В эфире очередной выпуск театральных посиделок от сайта teatofdreams.ru С вами снова Сергей. Добрый вечер, Сергей! Здравствуйте! Специально для вас у нас в студии гость. Зовут его Алексей. Он является главным админом группы ВКонтакте в Ньютон Хит. Кстати, очень интересный момент про Алексея. Человек, который побывал на Ултрафорд, исполнил нашу мечту, так скажем. И успел засветиться в официальном твиттер-аккаунте Манчестер Юнайтед. Алексей, добрый вечер! Добрый вечер! Как ваше настроение, друзья? Шикарное! Я могу даже новую фразу сказать «Мне в дерьме!» Да, это очень классная фраза. Алексей, на правах гостя хотелось бы узнать о вас больше. Краткую информацию про вас. Меня зовут Алексей. Я из города Ростова-на-Дону. Мне 19 лет. Уже 7 лет я болею за Манчестер Юнайтед. Болею яро, болею сильно и всей душой. Ярый поклонник олдскула и ярый поклонник традиций клубных. Это видно, если зайти на вашу группу ВК. И видно, что вы ярый фанат, поскольку даже мне, честно сказать, до сих пор хочется, прям говорю, желанием попасть на Улд Трафорд. Но, к сожалению, ввиду обстоятельств так не получается. Я думаю, процентов 99 фанатов, которые живут на постсоветском пространстве, горят этим желанием, просто бредят этим желанием попасть на Улд Трафорд. Манчестер Юнайтед – это своеобразная мебель. Да, да, да. Поэтому, Алексей, это огромное достижение. А еще больше достижения – просто попасть в Твиттер официального аккаунта. Спасибо большое. Вам спасибо, что пришли к нам. Ну, что ж, не будем тянуть время и перейдем к нашим темам. Тема у нас очень хорошая, позитивная, в отличие от прошлого нашего выпуска. Вот, мы на позитивной волне, поэтому приступим. А начнем мы с нашего любимого клуба Шрусбери. Как я сказал, с Мурфит. Вот, приходит мне на память, когда я о них слышу. Мы победили Шрусбери Таун за счетом 3-0. Игра была в целом ожидаемая, результат ожидаемый. Ребят, что по матчу? Кто расскажет? Ну, весьма удивил матч. То, что команда начала, пусть даже сейчас ярые, так скажем, ванга лаутеры, я их нынче люблю называть, скажут «Эйшэпэлшфрусбери». Нет, гайс, это отличный позитив, потому что о таких мелких командах, во-первых, восстанавливается ту побед, что очень важно, в первую очередь, в очень сложные времена, потому что именно что-то... Ну, чисто нужно восстановить его, потом видно, психология немножко хромает у ребят, все-таки очень тяжелой клуб, и вот лимонаж Русбери, пусть даже местами под горячий он попался, тем не менее, стал небольшой отбушиной перед Лигой Европейским матчем против Мимити Уэнда. Ну, а по матчу, в принципе, можно отметить молодежь, которая у нас с завидной чистотой стала выходить. Мы наконец-то увидели Райли, как он выглядит, думаю. Ну, и, возможно, скандальный прозыгрыш штрафного автомата, я знаю, что хочешь. Да, об этом мы еще поговорим с вами. Действительно, команда сплотилась. Алексей, ваше мнение? Ну, лично мое мнение по матчу. Мне матч также понравился. Мне понравились самые главные эмоции у Ивангала. Те эмоции, наверное, которых не хватало не только болельщикам, но и самим игрокам. Потому что, когда игроки видят, что тренеру нравится игра, у них есть желание играть еще более активнее и показывать более красивый футбол. Мне в этом матче очень понравился Мэмфис Де Пай. Возможно, это было какое-то его, я не знаю, как сказать, для него открытие. Да, какое-то, может быть, небольшое открытие для него. Второе дыхание, скажем. Второе дыхание, да. И он себя очень хорошо показал. Возможно, у него не все получалось. Возможно, даже у него не получился тот штрафной. Но ту игру, которую он показывает с каждым матчем, она становится все лучше и лучше. И, конечно же, это не может не радовать. Вот. Также хотел бы выделить Хуана Мату. Мата, конечно, как его штрафные, всегда вообще прекрасны. Он так сильный, поэтому он и играет всегда на уровне. Да. И также я бы, наверное, хотел выделить Серхио Ромеро. Хотел бы выделить его, наверное, не только по матчу с Шрусбери, но и вообще хотел его в последнюю игру в трех матчах. Потому что он действительно, пройдя такой нелегкий период, период, когда у него не было игрового времени, он сразу влился в команду и сейчас просто показывает отличную игру. И спасибо ему большое за это. Спасибо, что он не ныл, он не говорил о том, что его не выпускают. Он показал себя достойно. Это настоящий мужчина. Ну, про Серхио Ромеро мы еще в прошлом матче сказали, что он... С Дехея переодевайся, мы тебя узнали. Да, он огромный молодец. Кстати, после этого матча было небольшое интервью с Серхио Ромеро, в котором он сказал, что у него практически даже не было времени разогреться, потому что он занимался разогревом с Дехея. В моменте, когда Дехея получил травму, по сути, вот это прям-прямо перед стартовым свистком, и Ромеро просто встал в ворота. И, скажем так, стал божить. Что касается Мэмфиса, сам Ван Гал говорил, что ему стоит приспособиться не только к стилю игры Манчестера и Англии в целом, но ему и стоит как человеку, то есть понять, уловить эту атмосферу Англии. И, видимо, Мэмфис все-таки уже ловит эту волну, потихонечку-потихонечку вливается в Туманный Альбион, и отсюда и появляются такие интересные результаты. Что касается гола Маты, после вот этого гениального, так сказать, розыгрыша штрафного, мне очень кажется, что это даже было своего рода домашним заданием от Луи Бангала, судейская бригада отправила запрос в Федерацию по поводу того, как расценивать в дальнейшем такие голы. И буквально вот вчера появилась информация про... точнее, появилось решение по этому голу. Данный гол нам засчитали, его, в принципе, никак не могли отменить, но при этом была такая оговорочка. На будущее, если такая ситуация будет складываться, арбитрам рекомендовано фиксировать офсайд. И, действительно, если посмотреть повторы, мы увидим, как три игрока Manchester United стоят в чистейшем офсайде. Но мы рады, мы победили. Все супер. Про молодежку в целом я тоже с вами согласен. Ребята прогрессируют с каждым матчем, что не может не радовать. Перейдем к нашему второму матчу, который мы тоже попустили, так сказать, ввиду новых проектов наших, о которых мы еще поговорим. И поговорим о Микелане. Лига европейского матча, который мы тоже победили. Причем счет не может не радовать болельщиков фанатов Manchester United. 5-1. Ребята, ваши эмоции рассказывайте. Мне кажется, пингвинчики, они же Глоры, как их Артема характеризовал, не повернулись, но как минимум остановились и напыжились. Может быть, рано ушли, так скажем. Они как минимум стали тише говорить ванга лау. Да. Ну, истинные ванга аутеры им ничто не помехало. Это вообще отдельная история. И вот по матчу с Микеландом, я, честно сказать, ровным счетом буду говорить как обоих матчах в целом. Потому что команда, как я уже говорил, сплотилась и показала командный дух, когда он так вот действительно был нужен. Первый матч, во втором. Действительно, начала команда рвать. Но стоит отметить, что команда начала очень хорошо, грамотно, по-европейски обороняться. И атака началась именно что европейского качества. То есть у нас, допустим, взять Мемфиса Депай, которого уже сказали, что он молодец. Ну, допустим, опять же, я большую часть люблю читать все-таки комментарии болельщиков. Недовольны были то, что даже при отрицательном счете в момент он все равно продолжал финтить, пытался обыгрывать и так далее и тому подобное. Я отвечу так, что мы за этот весь сезон в принципе команда никогда именно не далась идти в обыгрыш соперников. То есть это вообще как в принципе это даже некая была установка не идти в обыгрыш, потому что мы в прошлом сезоне замечали то, что мы мало бьем с дальней дистанции. В этот раз вот именно что был этот нюанс, потому что это действительно было мало. Как итог, что мы видим? Два из первых минут до последнего бедного Ромера БДСМчик был опять. Хороший был. Он измучил до красной карточки. Пацан сделал дело. Он просто уничтожил левую бровь. Слов каких просто для его работы. Опять, конечно, горе эксперты скажут, что он же был метилом. Честно сказать, когда смотришь ту же самую испанскую лигу и вспоминаешь голы Месси какой-нибудь Паненко и Айбару, и когда это говорят, это лучше гол с пеналити, чем Зидан Буфонов на чемпионате мира в финале. Это лучшее, что видел вольное сообщество. Да, это знаете, как у меня штрюк один, немножко долясь просвали, который футбол смотрит, но не очень. Вот говорит, чем отличается гол, допустим, Ибрагимович и себя, либо просто тупой гол Месси. В первом случае забил тупой какой-то Ибрагимович, Месси. Вот так же и у нас и получается, что кому-то можно. Сергей, давайте не будем говорить про Месси, а то мы навлечем на себя очень долго кричать. Ну и в целом, возвращаясь к матчу, Рашфорд просто великолепно заменил Марсиаля, причем замена была достаточно качественной, качественной в плане того, что Рашфорд очень мало, допустим, казалось бы, бил, но он использовал свои верные стопроцентные моменты, что надо. Дал на качество, скажем так. Он очень качественный футболист, как показала практика игры в основной команде. Было, конечно, заметно очень сильно вначале он нервничал, к сожалению, но спасибо от трибуны, все-таки вернули человека на нужную волну. Ну и молодежь. Наконец-то мы увидели Рейгана Пула, ближе к молодежке кое-чем про него расскажу. Ну и Райли, опять Райли, который неплохо сыграл, при всем, при том, что это правша. И в целом у меня все. Наконец-то мы увидели еще 5-1, повод для гордости. Повод не просто для гордости, повод для того, чтобы надеяться на лучшие результаты от команды. Об этом мы чуть позже еще поговорим. Вот, Алексей. Да. Что касаемо моего мнения по матчу, я хочу сказать, что это был, наверное, лучший оргазм в жизни. Опять выражение. Это хорошее выражение. Надо запомнить его. Да. Я испытал такие ощущения, которые мне одна женщина не доставляла в столь юном возрасте. И, что хотел бы сказать, то, что меня очень-очень удивил Мемфис Депай. Опять же, возвращаясь к нему, почему я хочу вспомнить о нем? Потому что, вспоминая матч, к примеру, с тем же Шрусбери Даун, мы можем вспомнить, что иногда у него не получались удары, у него иногда не получались обводки. Когда говорят, что... У него было где-то процентов 50 брак, извините. 50 на 50. Ну, примерно. Да. И когда наши фанаты начинают говорить, Мемфис, ты что? Это Шрусбери Даун, ты не можешь их обыграть. И потом он показывает просто фантастическую игру в матче с Миттью Ландом. Все говорят, Мемфис, господи, но покажи то же самое с Арсеналом, ведь это всего лишь Миттью Ланд. Тогда объясните мне, чем отключается команда из низших дивизионов Англии от чемпиона Дании. Скажите, чем Миттью Ланд будет хуже, чем Шрусбери Даун? Почему в одном моменте мы его критикуем, а во втором не можем поддержать? Это очень сложный вопрос, это даже ближе к философии, потому что... Не будем про философию, это не наша работа, это мистер Луи. Это вокал. Да, это работа мистера Луи. Вот, по поводу Мемфиса, смотрите, Мемфис, в принципе, во всех европейских турнирах оказывает очень хорошую, качественную игру. Просто мне кажется, что Мемфис больше приспособствует... Ну, он все еще живет на волне Голландии, так сказать, больше на волне европейского футбола, нежели британского. Британский футбол это сила, физика, плотность, опека, опять-таки, жесткая защита. И во многом, только вот, отвечая на ваш вопрос, во многом только из-за этого, мне кажется, у него много чего не получается в играх в рамках премьер-лиги английской. Вот, что касается матча с Митюландом, ну, я даже вот сегодня, по-моему, на Евроспорте читал статью, интервью нашего бедолаги, который получил красную карточку человеку, было просто... Да, было настолько обидно, что он готов был плакать после матча и, в принципе, хотел завязать на некоторое время вместо футбола. Ну, действительно, если посмотреть матч, Мэфис уделывал его маленького ребеночка. По всем статьям. Любит меня, кстати, вопрос по матчу с Митюландом, Митюландом, пардене. По всем, да, вот, было ли нарушение на Джейси Линго или нет? Если можно высказать свое мнение, я все-таки думаю, что да. Смотрел с некоторых ракурсов, сам, как человек, который будет будущим судьей, могу сказать, что такие моменты очень тяжело улавливать, очень тяжело. Футбол вообще очень скоростная игра и судьи они непрофессиональные игроки. Да, у них есть физподготовка, да, их тренируют, но когда ты бежишь, получается, по бровке и тебе нужно не только смотреть под ноги, чтобы не шлепнуться обо что-нибудь, но тебе еще нужно смотреть и за игрой, то есть ты следишь за всеми участками поля и такие моменты, когда там буквально носочком коснулся Джейси ногу вратаря, эти моменты очень сложно уследить. И я все-таки думаю, что даже если судья здесь принял неверное решение, его за это не надо ругать или осуждать. Я думаю, что это такой момент, который просто человеческому взгляду уследить очень тяжело. Вот тоже в поддержку слов Алексея правильно такой лаконичной фразой «Я тоже человек», скажем вот так, всего лишь человек вот так будет так вернуть. А это не машина. Да, поэтому для этого и хотят вести видеоповторы, как в матчах НХЛ. Ну, есть, лично мое мнение, так, немножечко отвлечемся от нашего направления. Если введут подобного рода повторы, мне кажется, он потеряет свою энергичность, свой драйв, скорость, потому что каждую минуту останавливаться на каком-то эпизоде и просматривать его, это совсем не то. Ну, это лично мое мнение, поэтому мы олдскульный футбол. Хотя, единственное, коль я задал вопрос, скажу, что мне не совсем понятна именно процедура желтых карточек. В принципе, симуляция, да, но в данном случае не было. То есть, такие моменты могут, возможно, убить, допустим, в матч, потому что сейчас дали человеку ненужную желтую, а через 5 минут ему придется ввалить, дабы спасти свои ворота. Вот и получается. Ну, помните, мы в одном из наших выпусков говорили о Рафаэле, вот, нашем звереныши в свое время и матч с Баварией. Помните, когда он получил, получается, одну незаслуженную, вот, совсем не по теме, а вторая, другая была, по идее, заслуженная. Вот, и в итоге это все вылилось в красную карточку, о чем вот сейчас ты и говорил, Сергей. Да, вот, ну, в данном случае тут несколько детско-ребячества было, первая уже желтая карточка. Ну, это уже, что сделано, то сделано. Да, 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 за это мы его и любили. Здесь все-таки, знаете, тоже, если анализировать так, смотря с какой ты стороны смотришь, если вспоминая момент с Нани, когда он получил красную карточку в матче с Реалом, конечно же, я думаю, каждый болельщик Юнайтед мечтал о том, чтобы был введен видеоповтор, и чтобы судья увидел, что красной карточки не было, кто бы знал, как потом бы закончился матч. Ведь так ведь? Так ведь, но большая часть в тот раз болельщиков Реала сказали, сволочь, он его чуть не убил, но через, на следующий матч, следующий тур был, получается, против Голанта Сарая, Бензимана сделал то же самое, только с лицом одного из футболистов Голанта Сарая, и как бы куда-то там пингвинчики ускакали эти, которые орали, нафиг он его чуть в грудную клетку не вывернул. он же это делал нежно и любя, ну, да, это же Бензимана. Фанат не может без пристрастия. Не, ну, почему, ребята, вкратце, он может быть адекватным, я согласен, но даже в его адекватности чувствоваться пристрастия. многие, я помню, болельщики, когда Витич сыграл рукой против Робина Ван Перси, сняв мячик с головы, многие сказали, что это не очень хорошо. Ну, это не очень хорошо, но все же, это вот звучало примерно так. Поэтому, допустим, этот моментик было бы, да, это было бы. Я вот еще хотел сказать, громкое заявление, я, наверное, понял философию Мэнфиса Депая, и, чтобы я хотел сказать по нему, почему, к примеру, я считаю, что у него еще не все складывает. Наверное, потому, что он чувствует себя психологически немного не в своей тарелке. Вспоминая то, как он играл в ПСВ, он играл первым номером, он был главным в команде. Здесь же у нас главный Руни, и он, получается, пытается себя поставить на место Руни. То есть, если я вам так нужен, даже если я буду ошибаться, вы меня будете выпускать. Вот, сейчас же, мне кажется, матч с Мидиоландом добавил ему уверенности в том, что, в принципе, никто его, по сути, заменить не может. И, может быть, это как-то ему помогло чуть больше раскрыться, быть чуть более уверенным и раскрепощенным. Вот, это как бы, на мой взгляд, главное, чтобы эта уверенность в нем не пропала, когда снова не вернулся Руни на поле, чтобы он снова не почувствовал себя каким-то зажатым и не нужен. По сути, вот я согласен с тобой, Алексей, я тоже сегодня читал комментарии фанатов, и они говорили, что действительно, Мефису нужно чувствовать, что он лидер, он единственный неповторимый. А в матче с Мидиоландом, по сути, ушел наш Марсиаль, наш... Наша все. Наша все, да. Наш бог войны, как я его зову Марс. Вот, по сути, как было сказано, не было Руни. И, в принципе, вот людей, которые могли бы взять игру на себя, это только был Мата впереди. И в обороне это получается Харик, но это оборона. И в итоге все, все взоры устремились на Мефиса, и он засеял. Поэтому, я так полагаю, нужно больше доверять Мефису. И, опять-таки, это вопросы к мистеру Луи, что стоит парню дать больше свободы. Честно сказать, Келл перебил, но тут тяжело спорить, потому что, если брать Ван Гава, то для него, извините, он Рибери заставлял, так скажем, отрабатывать на тренировке, как молодежь. Он всех заставляет. Депай знал, куда он шел, тем более, это Манчестер Юнайт, и тут не совсем то, что он хотел первым манунировать. Депай, Депай, опять, извини, что перебиваю тебя, Депай более того, знал, к какому он тренеру идет, потому что он работал с этим тренером, и более того, этот тренер его, по сути, оттянул в сборной и сделал из него звезды. Поэтому, единственное, что может быть, он, скорее всего, больше не адаптировался, немножко психологически сломался, а все-таки, ну, ниже в PSO было много лидеров, так же, то есть, не только на него играли, там, он клал, он клал, потому что, он в подыгрыше, конечно, он не очень просто, пацана перлый, на него играли, ну, предыдущий сезон, он так же хорошо играл. Кстати, Мэнфис и Маркус Решфорд пали в сборную от Huskord и получили, про Решфорда, к сожалению, не знаю, какую он оценку получил, а вот Мэнфис Депай, по-моему, он получил 10 баллов из 10, по-моему, это за последний сезон, это самый максимальный балл, который мог получить футболист в Манчестере Юнайт. Насколько я знаю, еще никто из нашей команды не получал максимальный балл. Ну, конечно, у команды в сложное время, приходится так, что, мы даже десятку не можем выбить, да, бубнов бы, двойки всем раздал бы, и кореки тоже, да. Сумпас. Кстати, забавный момент был в матче с Метиландом, с Метиландом, то, что, если вы помните, на 15, по-моему, минуте, если я не ошибаюсь, показывали Ван Гаула, когда он одному своему ассистенту, не помню, как его звать, там, так писать, так вот, плечом пнул, типа, говорит, я же тебе говорил, и потом начал что-то Гигзу предъявлять. То есть, как бы у них там тоже своего рода интересное разногласие. А возможно, даже Луи Ван Гаула знал, что они победят. Он говорил, ща пропустим, и ща будет камбэк. Говорит, ща посмотрим, что будет в комментариях писать в интернете Луи Ван Гаулау. Именно этого, что он, наверное, и добивался. Кстати, хотелось бы, раз уж мы заговорили про голы, вот, про пропущенный гол бы хотелось поговорить. Я частенько сижу на сайте Евроспорт, и у них был такой очень мощный заголовок Манчестер, так, нет, в общем, типа, всех защитников Манчестера Юнайтед облапошили, так сказать. Такой очень громкий заголовок, и вот отсюда вопрос такой появился, а кто виноват в голе? Ну, честно сказать, у нас настолько несыгранная защита, что вообще без комментариев. Ну, Райли играет, да, вот он. Блинт более или менее смотрится, но тут несыгранная защита, банальная. Ну, еще Карика опустили. Блинт вообще молодец. Опустили. И все, Карик сам опустился, чтобы станцевать, не брейкданс, потому что, честно, по-другому я это назвать не могу. Вот просто понимая опытность Карика, понимая, сколько лет он играет в Манчестере, я просто не могу понять, как можно было сделать такой подкат. Господи, Майкл, извини меня, но это было ужасно. Ну, не будем забывать про то, что Карик достаточно сильно оттяжелел, вот, он стал более таки текучим, быстрым, да, он стал вязким, тяжеловатым. В общем, человек хорошо ставит на ту позицию, на которой он всегда играет, вот, а не в защиту, где нужно быть чуть быстрее. Это то же самое мы наблюдали, когда Фердинанд начинал сдавать, но Фердинанд, он всю жизнь проиграл в защите, и он на опыте выходил, что он ловил моменты, а Карик это не защита. Знаете, то есть, отметится, что вот это вот наши именно защитники Смоллинг, Джонс, Блинт, вот, в первую очередь, они, у них весьма интересный подход к выбору позиций, то, как они забирают ручи, то есть, если взять, допустим, опять же, Лью, Фердинанд, Вильич, они забирали большую часть мячей подкатом наверняка, а именно наши забирают, оставаясь при этом на ногах, делая точный пас. Параллельно хочу заметить, то, что, допустим, как я смотрел матч по Руси, Матс Кунинс делает именно точно так же. Не именно остается на ногах, а именно летит в эти безумные подкаты. Кстати, мы заговорили по Смолингу и я вспомнил про его гол. Хотелось бы вспомнить слова Дуи за то, что, как он его раньше называл Майкл Смолинг, а потом он его стал называть Пеле Смолинг. Так вот, я думаю, Пеле Смолинг ему больше подходит после этого гола. Майкл Пеле Смолинг. У Шмолинга. Шмолинг его назвал первый раз. Шоколадный парень. Не доля расизма. Абсолютно никакой доли. Ага, я, говорит, не плакал, когда смотрел Джанго освобожденный. Вот. Ну, что же, друзья, на этой позитивной нотке мы перейдем к нашему второму этапу нашей программы, нашего выпуска и поговорим, ну, вы уже догадались о нашей любимой теме, о любимой теме злопыхателей, о любимой теме, о теме, так сказать, глоров, пингвинов, да? Пингвинчиков таких. Пингвинчиков, да, вот я новая, на самом деле, это я вот сейчас услышал, пингвинчики, Мангалау, Килинеау, на волне последних событий. А я, честно скажу, тут, если отталкиваться от инсайдеров, то, в принципе, возможно, заменят ли это? Ну, если смотреть все, то Кой Аут, и Мангалу делают свою работу, причем, стоит отметить, что молодежь уже, у нас какой ралли по счету, защитник идет левый, да и двух не соврать, пятый или шестой в команде по счету, даже у Венгера таких проблем не было, по сути. По сути, да, действительно, травмы в этом сезоне нас просто косят и косят и косят. Тем не менее, идем. Как будто какой-то африканский шаман чего-то там наколдовал. Не родственники, а Дебайора там подшаманили. Но, слушай, я тоже увидел расистов на Ультрафорде. Возможно, возможно. Луи Ван Галла есть свое противоядие просто против этого. И, честно говоря, то, как выходит из всех этих ситуаций Луи Ван Галл, меня поражает. Мне это очень нравится. Это очень хладнокровный человек. И, как недавно он вступился за игроков, вот, он сказал то, что вся эта вот эта шумиха в СМИ, она оказывает огромное давление на них. И он просто принимает все это на себя, при том, что он уже стоит на грани увольнения, как говорят многие болельщики. Все же я их не стану назвать глорами, хотя по той причине, что у них должно быть свое мнение. Но мое мнение таково. Человек работает, как многие говорят, два года. Но давайте посмотрим один факт. Он в прошлом году у него был один состав. В этом году у него уже другой, совершенно другой состав. И нет какой-то стабильности в команде. Постоянно травмируются игроки. Летом пришли еще новые игроки. Ушли Робин Ван Перси. Ушел Хавьер Нандес Чичаритто. Ушел там Ниманевич. Очень много игроков всех ушло. И Луи Ван Гал просто не может сделать один состав, который он смог бы наиграть. Но зато люди могут критиковать его, сидя за компьютерами. Вот это меня больше уделяет. Я просто бы хотел посмотреть, что бы эти люди сделали, имея в своем составе нынешнем 6 игроков Ю-21 и дай бог, чтобы еще не покалечились другие игроки. Тут скорее не Ю-21, а Ю-18 уже подключились. А мы Ю-18 еще чуть-чуть, и мы наверное не дай бог. Дворового футбола вернемся. Но по поводу состава, смотрите, те же фанаты, которые кричат Лангал Лау, еще кричат, что Лангал виноват, что он не усилился в зимнее транспортное окно, не стал латать те дыры, которые он действительно видел. И при этом, при этом, другая половина, то есть, не то чтобы другая половина, эти же фанаты, я более чем уверен, что если бы Лангал сделал какие-то усиления, начали бы, они еще скричат, что он потратил там 200 с чем-то лимонов и ничего еще 100 лимонов потратил, да? Нет, ну как бы, просто, же не сразу устроился. И начали подкричать, что он еще больше потратил. Как вы думаете, ему стоило все-таки работу купить в зимнее транспортное окно? Ну, понимаете, тут такая проблема, что... Я не знаю, что перебьют, ведь очень много классных футболистов приходили в Манчестер, в зимнее транспортное окно, если помните. Вот, если брать в целом ситуацию, они приходили достаточно в нужное время, то есть, Хайнзе, допустим, если брать более вот такие периоды, Хайнзе троем нужен был левый защитник, да, с прицелом. Евра, по-моему, тоже в зимнее транспортное окно. Да, Евра тогда пришел и Видич. То есть, у нас не было напарника для Лио Фердинанда, потому что там то Хайнзе играет, то Калека Уэс Браун, человек автокол... Да, то Аши, то еще что-нибудь. То есть, тут был с прицелом. Мата тоже достаточно пришел с прицелом на будущее. А покупать, допустим, сейчас, вот допустим, были слухи на время про Рикардо Родригеса, про Ван Рейна и прочих-прочих-прочих загибателей пальцев. Про линии нападения мы не будем говорить. Нет, это линия защиты, да, то есть, у нас тут две проблемы вырисовываются. Первое, это как будет восстанавливаться люк-шоу, если хорошо, то да, нафига нам Рикардо Родригес. Второе, если плохо, то... У нас еще есть бортик. Да, у нас еще бортик есть, бортик есть, на который можно выпилиться, так сказать. Ну, понимаете, проблема в том, сейчас шоу восстанавливается, выходит на свой уровень, никуда мы двоих-то будем надевать. В карман складывать, или солить, или перчать. Это сложится та же ситуация, как была с Эвра, Эвра пришел, застолбил за собой место и, в принципе, не травмировался. И за это время к нам приходил Бютнер, который в итоге ушел, у нас был Фабио, которого тоже мы сплавили. При этом, по потенциалу, если смотреть на их игру, он был мощнее Рафаэля по потенциалу своему. Кто именно? Фабио. Фабио, кстати, он и приходил как основной, а Рафаэл шел на груз. Но просто вот отсюда действительно хорошее мнение в плане того, что куда бы мы их девали. Надо адекватно оценивать варианты, потому что, допустим, сейчас можно, да, действительно, согласиться с нападающим, но, извините, какой нападающий качественный придет посреди силы Торосу, так сказать. Торос, не хотим мы Тороса. Не, я просто вспомнил переход в ЧС. Не, просто будем реально реалистами на этот момент, вот действительно, мы каковы. Там, может быть, можно было флангового хорошего полузащитника купить, да, допустим, на право фланговый, ну и все. А право фланговый полузащитник нам училит оборону? Нет, поэтому надо, ну, просто, в действительности очень адекватно оценивать вещи, не нужно вплыть на эмоции. Вортик Джексон отлично, допустим, справился с Рамиросом в матче против Челси. Он просилит. В данном случае разговор идет конкретно про центральную защиту. не то, что фланговых, а именно центральную защиту. По сути, Маркус Роха, который постоянно травмируется, который, кстати, должен выйти с матчем, выйти на матч с Арсеналом, но об этом мы еще более поговорим. Фил Джонс, который, когда появляется, играет очень классно, но бац, и он опять травмируется. Да, и вот реально, вот это тот случай, когда самоотверженность травмируется. Кто у нас там еще? Смоллинг. Ну, Смоллинг более-менее такой стабильный человек, который отдувается за всех. Ну, это просто так очень хорошо совпало, потому что он отдувается, до этого тоже были не очень удачные сезоны, на самом деле. Амир, если, как бы, если бы я, как бы, выбирал покупать кого-то, не покупать, я бы вообще не выбирал. Хотя бы по той причине, что, если анализировать отношения болельщика к покупкам Луи Ван Гала, давайте вспомним, что говорили болельщики о том, когда узнали, что того же Марсиале купили за сколько там? 60 миллионов? 80 миллионов в целом. 80 миллионов в целом. Давайте просто пролистнем во всех социальных сетях записи на эту дату и посмотрим, что говорили. Маленький мальчик какой-то пришел, что же он нам сделал? Господи, да деньги выкинули. Хорошо. Давайте вспомним, что, про кого мы еще говорили? Про того же Шнайдерлина. Тоже не особо все были довольны еще в позапрошлом сезоне. Давайте. Шнайдерлин хорошо о нем отзывались, потому что у нас опорная зона всегда страдала. Все тут не согласились с тобой. Шнайдерлин, да, он довольно качественно влез. Не, влился он качественно, но лично я видел не особо хорошие отзывы болельщиков как бы об этой покупке. Опять же, говоря о Мемфисе и Депайе, все было точно сюда наоборот. Поэтому спрашивать у болельщиков, как сказать, конечно же, как личное мнение можно, но как совет, который бы дать Луи Ван Галу, я бы не стал. Я бы сказал, Луи, ты этим занимаешься очень много лет, тебе лучше знать. Я думаю, если Луи Ван Галу сделал так, что он никого не купил, значит, это правильное решение. Значит, у него есть какой-то план на будущее, в котором он видит, что ребята вылечатся, ребята придут в строй. Интересно, и что же он будет делать с игроками, которые потом останутся на банке? Предположим, купили бы мы того же от Амэнди, да? Господи, да это бревно, которое даже бобры себе на плотину не возьмут. Давайте. В этом я в целом согласен, я не поддерживал. Где покупки от Амэнди? Ты че, он же Савон Несси остановил. Вот. И как бы говоря о том же Матсе Кумельсе, вспоминая то, как он лажает в некоторых играх, господи, да я молю бога, спасибо большое, что Луи Ван Галу в голову не пришло купить его. И, кстати, вот я вспоминаю момент, когда на одной из благотворительных акций вручили, я помню, письмо Луи Ван Галу, если вы помните, болельщик вручил письмо с игроками, которых он хочет видеть в Манчестере. А, инвалид. Да, 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 да. Маленький мальчик, по-моему. Инвалид, он в инвалидной коляске. Да, и вот там ходили слухи, что там была фамилия как раз Марсиаль. И спасибо тебе, дорогой наш болельщик, что там не было фамилии от Амэнди. Спасибо тебе. Марсиаль, я, кстати, к следующему подкасту найду. У меня где-то есть запись, я специально записывал тогда, просто из интереса. Я это найду, мне это интересно. Ну, Марсиаль в целом семья футбольная, у него брат тоже футболист, правда, настолько успешный. Ну, вот, хотелось бы вот про трансферы, момент я вспомнил. В прошлом подкасте мы говорили, вот я озвучил такую шутку про Серхио Ромеро, когда Ван Гау то ли звонил, то ли писал, да, по-моему, звонил Эду Вудворду, типа, он хочет Серхио Ра, Серхио Ра, и связь обрывается, и он вместо Рамоса покупает Серхио Ромеро. Так вот, вопрос, а если бы купили Серхио Рамоса, стоящая покупка? Да нифига не стоящая, честно, будем, будем очень честными. И очень мягко говоря, нифига. Ну, давайте посмотрим. Прошлый же сезон, он буквально был одним из тех людей, которые тащили Реал. Ну, а знаете, честно сказать, тут спор будет идти на уровне Ла Лиги и АП, то есть, этот спор не имеет места жить. На уровне, да? Да, потому что, допустим, в Лоу Лиге мы ждем Эль Классика два раза в сезон и все. Честно говоря, я его даже тоже не жду, потому что такая ерунда. Не, ну, я просто мнение болельщиков говорю, да? Ну, и раз, как иногда матч с Атлетикой заходит, да? А давайте представим Реалии, допустим, английской премьер-лиги. Извините, у нас есть Грациано Пеле, который 2 метра ростом, Питер Крауч и прочие мамонты, которые... И того выше. Да, которые сделают из Серхио Рамоса посмешище. И будет не топовый защит, а будет гламурное... Не буду продолжать. Ну, будет гламурное бревно, как в случае с Атамэмби, да? Которое Бабрам не нужно, как сказал Алексей. Это второе бревно, плотина бревная такая. Не, конечно, может быть, он бы несколько матчей качественных провел, но будем все целы смотреть все матчи, тащить на своем горбе Серхио Рамоса будет сло. Поэтому будем честно, кто из пришедших из топовых клопов именно Реал и Барса в последнее время тащил в АПЛ. Месут Азил сдулся. Только вот сейчас более... Возможно, только Алик Азил. вот единственное, Санчесом. Ассистом он вышел в лидеры. Да, Димария у нас сдулся. Пусть даже там хромая команда у нас, философия была хроматная. Димария, на самом деле, я не соглашусь с Димарией. Он ассистировал, но он не показывал того футбола. Мне кажется, проблема с философией была. Ну, тут комплексная, конечно, да, согласен, комплексные проблемы. Тут такая же проблема, как с Фалькау. Команда строилась, он как бы не подстроился. Фалькау, Фалькау, в принципе, после травмы сдулся очень сильно. И, насколько мы помним, Фалькау по большому счету никогда в топ-клубах именно уровня Манчестер, Челси не играл так. Ну, это уже вопрос на миллион. Зульчика голову поставить когда нужно, может, и команда бы на него играла, если бы он был бы в форме. Как минимум, Эль Тигра, мы попытались реинкарнировать его, но, к сожалению... я же уже пытался. Нет, просто это факт, остается фактом, ни один из лидеров лоу-лиги действительно не заиграл практически на 100% в АПЛ. Со средних команд, допустим, условно, Габриэль в арсенале, он качественно смотрится, Кркич, качественный футболист. Хотя он оказался не нужен Барселоне. И условно, он вышел, по-моему, из системы Барселоны, да? Да, из системы Барселоны еще в 2008 далеком он играл против нас в полуфинале. И он был очень такой перспективный и много крутой пацан. Опять тут вопрос, конечно, будут ставить либо на игрока своего, либо на Суарес во футболе, которые платили. Другие реальные, будем честны. А Ла Лига, Ла Лига, она существует за счет двух команд, сейчас стало трех команд. Но в основном, опять-таки, все равно остаются две команды, Барс и Реал. И то, существует она не из-за того, что игру показывают эти команды, а чисто по именам. Да, не совсем тема, так скажем, все-таки мы одолелись от подкаста, но тем не менее, я думаю, мы согласны. Офтоп сделали, мы сейчас вернемся к нашей теме. Да, мы плавно вернемся, думаю, слушатели нас поняли в действительности, что, при всем притом, вот этот вот уровень разный, ну, не то, что Лиг, а именно уровень средних команд в Лиге, он влияет очень сильно на качество игроков. Да, конечно, сейчас станут, скажут, Лига чемпионов показать, это долгий спор. Лига чемпионов далеко не показатель при условии, какая плотность игры в премьер-лиге, какие команды премьер-лиге, поэтому давайте оставим эту тему, а то, как и в случае с Месси, фанаты Ла-лиги будут агриться на нас, поэтому не будем говорить про их любимую лигу. Вернемся к нашему подкасту, подплывая назад. Да, отплывая обратно от опасной границы. Получается, как итог ваших слов, в принципе, Луи Вангал все сделал правильно, не сделал усиление, никого не купил, и в принципе, все good. Поэтому, ребят, если это нашим слушателям, если захотите проверить, что бы случилось с командой, если вы Луи все-таки сделал усиление, играйте FIFA Manager. Вот. Перейдем к нашему второму вопросику. Луи Вангал остается, будет еще поиграем. Кстати, вернусь все-таки к этой теме. Один из журналистов после поражения от Митти Ланда сказал, что Луи Вангал перестал бороться. То есть, для него Луи Вангал был всегда таким стальным человеком. Его даже прозвали Стальной Тюльпан. Вот. Перестал бороться после этого матча, и в его глазах было видно отчаяние, и если он перестал бороться, то все. И тут мы видим, что буквально через несколько дней два матча подряд не выигрывают. И опять началась эта тема со стороны журналистов. И вот он буквально на днях он опять сказал, что мне просто надоело каждый раз вам раз объяснять, что если что-то будет, вы узнаете. Сейчас нет никакого повода для беспокойства или для радости. Я остаюсь. Вот. В то же время Жозе Маурини тоже высказался в прессе, что он, в принципе, и не хочет прямо сейчас становиться тренером. Он готов подождать до конца лета. Вот. И готов ждать хорошего предложения. Слышали, да, вы, наверное, такое высказывание? Да, да. Вот. Ну, чисто с человеческой точки зрения хочется, чтобы Луи доиграл этот сезон. Как минимум, он заслужил это. Вот. Ну, оставим нашего Луи на следующие выпуски нашего подкаста. Кто знает, что будет после матча с Арсеналом? Да, после матча с Арсеналом. Вот. И перейдем к теме нашей излюбленной рубрики молодежки. И, я думаю, есть о ком поговорить. Ну, я лично для себя выделил, традиционно выделяю двоих футболистов. Пожалуй, для меня в этот раз будет Марк Фрешворт, который шикарно влился в игру с Митю Ландом. Опять-таки, буквально за пару минут до стартового свистка и в своем дебютном матче забил два гола и при этом пробил рекорд Джорджа Беста. Он стал самым молодым футболистом, который забил гол в Лиге Европы в составе, в принципе, в европейских чемпионатах в составе Манчестер Юнайтед. Поэтому он заслуживает попадания в наш список. И второй футболист это будет Джеймс Уир, капитан молодежки. Показывает тоже условно крутую игру. Ребят, кратце по каждому из них. Если можно начну, я бы хотел выделить сначала о первом скажем Макс Решфорде. Мне игрок очень понравился, но может быть меня немножко закидают какахами и скажут, что я слишком критичен к нему. Чего-то особенного особенного в его игре с Митю Ландом я не увидел. Я увидел, что этот игрок просто очень нацеленный, очень хладнокровный и человек, который может сделать последнее касание. Это возможно был тот игрок, который ушел от нас этим летом. Я думаю, все понимают, что я говорю о Чичаритто. Человек, который может быть как-то со временем потерял это чувство, прийти в последний момент и сыграть на острие. Решфорд же это умеет делать. Он, потому что лично в его действиях я не увидел каких-то фантастических обводок. Я увидел, что человек получает мяч, человек бьет и человек попадает. Все, он сделал все хладнокровно, он сделал все красиво и мне его игра очень понравилась, но я думаю, что для чистого форварда ему не хватает конечно же дриблинг. Это лично мое. Ну, вспомним про Руда Ван Нистороя, по сути он выполнял примерно ту же роль, был наконечником и, так сказать, завершал все атаки. В принципе, я бы не сказал, что Нистороя выделялся каким-то там сверхъестественным дриблингом, но при этом он клал, клал, клал и клал. Можно сравнить? Ну, с Ван Нистороем вряд ли, конечно, сравнишь, но вообще я что-то не дисческую. Не, ну понятно, что сейчас он все равно. Я так вкратце от себя скажу, удалось несколько матчей молодежи, мне почти всегда удается это делать. И, честно сказать, почитал мнение тренера о самом Маркусе. И вот забавный факт, что большую часть он, конечно, провел в качестве нападающего, но были такие моменты, что он играл именно атакующего полузащитника, опускался за мячом и, так скажем, в стиле руни он двигался с мячом такой эдакий мотор команды некоторых матчей, конечно. Ну, у парня есть в целом все, чтобы стать в команде. Вы знаете, то, что Рашфорд один из людей стандартных исполнительных штрафных у себя в команде. Так это Мемфис Дэпай номер два получается? Тут его вообще была интересная аналогия, сравнивают. Возможно, будет связка Марсиа Решфорд, если Решфорд заиграет у нас, дай бог, на что мы рассчитываем. Но сейчас скажу, что действительно может быть, получится, что это Дуайт Йорк и Эшли Луи. Это было бы безусловно очень круто. Ребят, кстати, хотелось бы обратить ваше внимание. До прихода Луи, по большому счету, у нас таких ребят, которые себя круто проявляли, не было. Я согласен, у них и шансов не было. Что-то в этом есть, согласитесь? Просто, знаете, возможно, нужно задаться вопросом, а если бы не было столько травмированных, давал бы Луи Ван Гау столько шансов к тому же Решфорту, к тому же Джеймсу Уэеру, ну, как бы и остальным. Вот как бы вот это такое. Тут, знаешь, я немножко перефразирую, а вообще, в целом, давайте вспомним историю класса 92. В целом, кто-нибудь из них появился, не было бы травм. Тут вопрос такой, что. Тут, да, тут ситуация такая, несчастье для одного, счастье для другого. Поэтому, тут надо именно выделить такой момент, что... Ну, вообще, как бы, о самом Джеймсе Уэере я еще хотел добавить. Я подготовил пять интересных фактов о нем. Вот, хотел бы, как бы, зрителям рассказать, что Джеймс вообще перешел в Академию Юнайтед в 2008 году из Нью-Касла. Играет он на позиции, сами мы знаем, какой. Вот, он фантастически вообще проводит сезон за молодежную команду и уже успел отличиться тремя голами. из молодежной команды он первым начал вливаться в основную команду во время турне по США. Вот, и он один из игроков, который первым начал проводить тренировки не только со своей молодежной командой, но и с первой командой в тренировочном комплексе ООН. То есть, как бы, Луи Ван Гао, как полагается, делал ставку на него как на одного из первых. Вот, и привлекал его к первой команде. Также, Джеймс Уэйер был признан одним из лучших игроков сборной Англии в возрастах Ю-16 и Ю-19. И, несмотря на ту позицию, на которую играет Уэйер, он также может сыграть на позициях центрального защитника, опорника и флангового полузащитника. Уэйер, в принципе, на него возлагаются большие надежды. Это видно даже по тому, что он является капитаном, как я уже сказал ранее, Ю-21. Вот, ну, в принципе, он уже должен все больше и больше появляться в основе, потому что возраст уже такой, как это он. Он младше Марсиале, ребята. Уэйер, он старше. не старше. Прошу прощения, точнее, старше Марсиале, поэтому он, в принципе, уже и должен появляться в основе и должен уже давать дивиденды, которые были в него вложены. Вот, в последнем матче, в котором я смотрел его в молодежке, сейчас сказать, он, конечно, естественно, меня впечатлил. Он играет правого полузащитника в последнее время. Ну, были, конечно, да, случаи, что он играл с правой защитой. большая часть, насколько мне теперь видно, он, скорее всего, переквалифицировался именно в отопающего игрока. Да, да, он больше нацелен на атаку. Сказать, вот, единственное, что я не скажу, что он и дриблим, серьезно, то есть, это не Депай новый, но в то же время он достаточно качественный футболист, именно, что он очень качественно работает по брову 20-20 месяцев. Ну, этакий классический британский бегунок. Ну, практически, но он более интересный, нежели классический британский волк. Пардон, бегунок. Волк, мне кажется, в свое время упустил момент, когда стоило уходить из Арсенала и развиваться дальше, но не будем про Арсенал. Мы, наверное, не сказали, что за пределами Арсенала тоже титлы бывают. Может, вот смотрите, своих любимчиков, не то чтобы любимчиков, а людей, которых я выделил. Я вам уже сказал, может, у вас есть какие-то ребята, которых вы хотели выделить? У нас дебютировал, но не дал себя показать валийский защитник Райган Кул. Он пришел к нам в этом межсезонье летом. Да, да. Ему уже должно быть по идее лет 18. Он пришел к нам в 17-летнем возрасте. Но центральный защитник небольшого роста, метр 70-18 я помню рост. Но стоит отметить, то, что, допустим, вот сейчас вот любители фифы скажут, что я центральный защитник, но большая часть игр за команду до 21-го года он играет в центре полузащиты. Он очень хорошо переквалифицировался в центральном полузащитнике. И он очень качественно выглядит. У него есть отличный пас. Он на такими местами, ну, не совсем РР, конечно, но очень качественный футболисты на центре поля. И у него действительно есть будущее на этой позиции. И, конечно, его очень плавно на самом деле подпускали даже к основе команды до 21-го года. Последние несколько месяцев он активно начал играть. И начал играть именно на позиции центрального полузащитника. Алексей, а у тебя? Ну, у меня, как сказать, не знаю, можно ли его относить к игрокам молодежной команды, но для меня хорошим игроком является Джесси Линга. Мне этот игрок очень нравится тем, что он, как тот же самый, вот я говорил, как Решворд, как и Чичиорито, опять же, сравниваю с ними, он умеет читать игру. Он умеет играть последним касанием. Давайте хотя вспомним вот тот гол, когда ему просто прекрасный навес отдал Андер Эрера. Вот. И, как бы, по качеству игры обводки у него, ну, как сказать, отработаны. Он, у него хороший дриблинг, он видит поле, он видит своих напарников. И, в принципе, я думаю, если бы Луи Ван Галл чуть почаще заигрывал, то Джесси также мог бы найти свою игру. Мне, что еще очень нравится, что Джесси совершенно не возникает насчет того, что иногда приходится ему играть за молодежь. Вот. Он понимает, что для него это дополнительный опыт, для него это дополнительный, как, тренировочный процесс. Вот. И он подходит со всей серьезностью к этим матчам. За это я говорю, Джесси Линга, спасибо. и пока что по его игре я бы ему поставил оценочку 4. Еще такую оценку ему выдам. По какой шкале? 4 из 10. По 5-балльной. 4 из 5-балльной? Да. Я бы ему дал... Это хороший результат. Ну, честно сказать, Линга, ну, это аналогия с Барселоной. Просто по целу деваться не хочу, потому что в ближайшем будущем он воспитанник, за него денег не платили. А не дай бог нужен будет здесь более качественный футболист, и покажет Джесси пока. Пришем наши, так скажем, хотения и нехотения. То есть тут надо это наслаждаться. Ну, с Джесси я не думаю, что прям так поступит, потому что он... Ну, не сейчас. Как минимум, и тем более это более вангаловский такой игрок, все-таки надо отмечить, он, который играет в баз, предлагается, обыгрывается. Именно, что он нацелен на игру с командой, нежели, допустим, Дупай. Да, он командный игрок, очень такой нацеленный. надо, так скажем, что Джесси Линдер, конечно, к печальному сожалению, многих, конечно, не будет суперзвездой, но он будет качественным и уверенным флетчером. Ну, подождите, подождите, Сергей, давайте посмотрим, как он сыграет. Нельзя, как он не будет звездой. Лично я в него очень верю, и верю даже побольше, чем в Маркуса Рэшфорда. Это лично мое мнение. Я считаю, что, к примеру, на будущее Луи Вангал выстроит такую схему, что Марсиаль, скорее всего, будет играть Руни. Возможно, Мэнфис будет играть Криштиан Роналду, а наш замечательный Джесси Лингард будет играть второго нападающего. Даже не знаю, вместо кого его послали. Ну, наверное, вместо Вамперси или Чичерито. А Руни будет играть в Китае, да? А Руни будет играть в Китае, зарабатывать деньги и приезжать в Манчестер смотреть с сыном на матч Эвертона, а в Ивью даже не появится. Кстати, про сына забавная история случилась. Я думаю, большинство фанатов уже в курсе, которые следят за твиттер-страницей Уэйна, он выложил фотку со своим сыном, точнее, с сыновьями и в одежде повара. И под одеждой повара выглядывала футбольная майка молотобойцев. И очень многие начали спрашивать, что же это такое, почему сын нашего лидера болеет за команду из низшего дивизиона, так скажем. А еще не исключено, что и Руни там уже к Весхому перебирается, так что... Ну это будет вообще... Этот изогнул, по-моему. Да, это будет из разряда фантастика Месси Вейвертон. Это лет через 20, может он и переберется туда, если не завяжется. Да, такой же, так же на грани фантастики, как и Лестер на первом месте в чемпионате Англии, так что... Ну да, по телеотносительности ничего не может быть. Говоря про фантастику всегда вспоминается реклама. Папа, инопланетяне бывают? Нет, сынок, это фантастика. Ага. Не, ну по-честному вопрос с Лютли Руни конечно до сих пор остается актуальным на самом-то деле. Да, ему предлагали огромный контракт, это зимнее трассное окно. Ну, по информации от СМИ вроде как он отказался, а потом вышло вообще опровержение, что типа никаких контактов и не было по большому счету. Ну, честно говоря, хотелось бы, чтобы он завершил карьеру именно в Манчестере. Ну, а говорить про сыновей Бестхэн, честно сказать, тут немножко смешно, это уже, знаете, на уровне бреда, потому что, допустим, мало кто знает, но сын Энди Коу чистится в Академии Сити, сын Ван Робина Ван Перси чистится в Академии Ман Сити и так далее, там, Бруклин Бэхам в Арсенале, господи, простите, ну что-то. Такое уже не бывает для Англии, это все связано с нашей Академией, поэтому и призвали. Бруклин, насколько мне известно, он дал не болезнь в Арсенале, а эти, да, они, естественно, отдали сыновей более качественной Академии Сити, как они посчитались. Кстати, говоря про Бруклина, насколько я знаю, он уже потихоньку завязывается тут и становится профессиональным скейтбордистом. Хорошо, хоть не моделью. Ну, модель, кстати, это более оптимальный вариант для него. Такой. Яшный. Который подойдет ему больше всего, да, он такой. Яшный. Яшный. И все, вы знаете, вот если как бы говорить об Академии, мне кажется, почему не отдают в Манчестер Юнайтед, возможно мы потеряли небольшую равновесие между Академией Ю-15 и Ю-21, потому что если мы посмотрим на уровень игры, я вспоминаю матч в Москве молодежных команд ЦСКА Манчестер Юнайтед, что творили с нашей бедной командой, мне просто, у меня слезы наворачивались, это было, это было, это был просто шок, вот честно говоря. Несмотря на все эмоции, которые испытывали все болельщики на трибуне, это был просто шок, игры не было, жалко было Никибата, и он вроде психовал, знаете, он возле бровки бегал, кричал там, давайте, давайте, мы там чанты пели, этэк, 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 но ничего не помогало, просто такое ощущение, что вот ребята просто собрались в два раза, сказали, вот сегодня вы оденете футболки Юнайтед и побегаете там против ЦСКА, проиграли заслуженно, вообще игры не показали, вот что с этим делать и сможет ли Никибата сейчас вообще что-то исправить вообще. Ну мы про это уже говорили в наших прошлых выпусках, что Академия была просто, так скажем, мягко говоря, в ужасном состоянии, ну, что? В очень ужасном состоянии, очень, очень ужасном, ну будем надеяться, что наша легенда, наша надежда, так сказать, Никибата справится и вернет былую славу нашей Академии, потому что Манчестер всегда славился своими воспитанниками. Все-таки надо признать, то, что частично вина Сэр Аликса в этом месте, потому что он больше в конце карьеры немножко положил, так скажем, на Академию. Положил? Да, он приложил, так скажем, потому что здесь, там было много моментов, было в то время, споров, да, у нас не было центральной защиты, у нас были молодежь. Допустим, Ван Гау, он не тужуется, он берет, посмотрел, так, Макнэр, иди пошли играть, у Ван Гау сэр Аликс Фергюсон приходилось использовать Эрика, Флетчера и прочее, 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 дабы дать результат. Не будем забывать, в таком положении был сэр Аликс Фергюсон и в таком положении Ван Гау. По большому счету Ван Гау терять нечего. Не, ну, как раз таки, допустим, если выпустили, допустим, условно, у Майкла Кина, то я не думаю, что были болельщики, а вот у Ван Гау, действительно ситуация, пан или пропал. Ну, вот я и говорю, он играет уже в Абанг. А я говорю, если бы Лука Фергюсон его бы просили, как он нас любит, говорить, это же дед, деду можно? Ну, знаете, простили, не простили, вспоминая 990 год, я прошу прощения, Амир, вспоминая 990 год и вспоминая баннер Тарга Фергюсон, честно говоря, просто вот мне хочется найти тех болельщиков, посмотреть, что бы они сейчас сказали. Неужели сейчас бы, через 6 лет, если бы также Луи Ван Гал, Луи Ван Гал, Сэр Алекс Фергюсон, сейчас 2013, по 2019 год ничего не мог выиграть, я просто хотел бы посмотреть на эти. Пингвины всегда всю жизнь существовали, просто некоторые очень сильно поселились на Ультрафорде. Это первые сезоны Сэра Алекса Фергюсона, который, в принципе, тоже был на грани увольнения чуть ли не каждый матч. ну, просто сам Фергюсон говорит, что если бы он играл, если бы он тренировал сейчас, его бы уже давно уволили. Если бы он был в начале вот этого своего пути, именно сейчас, то он бы уже давно не тренировал бы Юнайт. Честно сказать, это тоже долгая достаточно тема, может быть, мы к ней вернемся, но надо стоит отметить, просто в то время за спиной Сэра Алекса Фергюсона была не такая вот непонятная, так скажем, система совета директоров, которые, в принципе, не знают, как по мячу пинать правильно, но делают умный вид, потому что они что-то его понимают. А в то время все-таки за Сэром Алексом Фергюсом был Мэтт Басби, был Бобби Чарльтон и прочие люди, которые его поддерживали. Тут несколько надо ремарку дать этому моменту. Сейчас же Луи Вангал в более сложном положении он доверяется людям, которые нихрена не понимают его и к деле. То есть, это все равно, что взять Бобуина и посадить где-нибудь на какой-нибудь производство. Будет ровным счетом то же самое. Но почему? В Ливерпуле уже такая ситуация была не раз. Слава Богу. Мы разы. Сажали уже сколько они не выигрывают чемпионский титль. Простите. Мне такое ощущение, что у них там уже зверинец. Бабуин там с несколько лет. Зоопарк уже целый. Давайте, в Европе, не будет Магриб фанатов Ливерпуля пока что. Мы Магриб после матча с Ливерпулем. Ну еще посмотрим. Мы же надеемся всегда на лучший результат при условии, что у Луи Вангала по-моему стопроцентный результат с Ливерпулем. Поэтому будем надеяться, что традиция продолжится. Давайте придем к другому вопросу все-таки, о том, затянули что-то с молодежкой. Перейдем к вопросу о трансферах и в принципе слухах трансферных. Смотрите. Давай. По поводу трансферных слухов у нас был Филипп Андерсон, про которого вроде как президент Латсо объявил, что я продал, громогласно, что я продал его в Манчестере Юнайтед за позднословные деньги. И буквально через некоторое время выходит опровержение, что я не продавал, что это все слухи, слухи, слухи. И вот буквально недавно опять появился слух, что на этот раз мы уже купили Рената Санчеса и все уже договорено и летом он уже наш. Что по поводу этих двух футболистов можете сказать? Насколько они нам нужны в принципе? И ваша информация, что вы смогли найти за это время? В целом по Филиппу Андерсону уходит такая информация, что его за ним следят продолжительное количество времени на самом деле. Но другой вопрос зачем и нафига, так сказать. Понятно, что нам нужен правый полузащитник и поэтому даже были слухи о Бернадеске с Феррентин. Но честно сказать, я не совсем понимаю пока именно насколько нам нужен именно Филипп Андерсон именно за такие деньги. Вот так я скажу. Там порядка по-моему 60 миллионов. Да, за него хотят. Да, там 60 вроде слухи платят. Но опять же это как с Марсиалем. Тут до сих пор непонятно сколько Юнайтед за него выплатил. Понятно, сколько он выплатил в общей сложности. Но сколько отдал уже пока не ясно. Также и здесь скорее всего общая сумма там 60 плюс какие-то типа бонусы там лизинг-шмизинг и так далее и тому подобное. То есть это может быть даже не вся сумма если уж успокоить болельщиков так сказать. А вот Санчес или даже честно даже не знаю как правильно некоторые умудряются шаншиш говорить как-то так на португальский манер. Извращенцы. Ну говорят на португальский манер именно так говорится. Тем не менее тут мысль уже есть. Ну в смысле видна мысль потому что непонятно что будет с Кариком а центр полузащиты усилять надо. Ну Санчес честно сказать я смотрел один матч всего с ним против Зенита. Он хорошее впечатление мне если честно. Но опять же это больше бокс тубокс в виде Андерра это не совсем опорник в виде каррика допустим. Скорее всего в которого нас заменят ну дальний удар у него есть. Ну тут честно сказать я больше боюсь не будет ли это второй Мандерсон. Ну про Андерсона на самом деле долго можно говорить. Я его поддерживал до последнего пока не открылся в Манчестере Макдональдс. Надеялся что он все таки заиграет но согласитесь маленький небольшой такой в топ. Андерсон когда он был в форме особенно на первых парах он играл довольно таки неплохо. Да это качественное усиление было просто единственное нафига надо было из него опорник полепить. Большой вопрос к дедушке нашему ему все можно. Одно маленькое извинение вот я прошу прощения у Андерсона есть один очень уникальный рекорд. Вряд ли кто-то в него поверит но такой рекорд есть. Дело в том что у Андерсона единственного игрока в истории Кубка Лиги Чемпионов именно Лиги Чемпионов не Кубка Чемпионов статистика 100% точных передач у игрока который сыграл более 60 минут в матче. Ни хрена себе. Я сказал я себе. А против какого матча можешь сказать? Честно я не могу сказать но нашел на одном британском информационном сайте если надо я потом ссылочку приложу вот найду это. Там была информация что у Андерсона у единственного игрока есть вот такая 100% статистика передачи. Возможно он просто в этот момент пока шел матч где-то сидел и кушал свои гамбургеры. Один пас отдал и кушал. Знаете вот честно сказать нас точно найдут фанаты Барса и прибьют. Потому что Хави только Хави может отдать до хрена и тренде фавори. А тут Андерсон какой-то тем более бургерки. Там есть очень интересный факт такой не слышал. Сразу видно мы правильного человека пригласили в подкаст. Мы всегда выбираем очень правильных гостей. У нас очень тщательный косяк. Да, да, да. Кстати, друзья если хотите поучаствовать в нашем выпуске оставляйте в комментариях свое желание и мы обязательно его рассмотрим. И подготовлю что-нибудь для подкаста. Удивите нас. Ребят по трансферам у вас есть еще что-нибудь интересное? У меня есть немножко я подготовил также я как любитель фактов подготовил Филиппе Андерсоне и вот что хочу сказать немножко не понимая почему все его хотят в Манчестер Юнайтед приведу небольшую статистику вот начал он профессионально играть в Сантосе в 2007 году за молодежную команду в 2010 году он был переведен в первую команду в связи кстати с такой острой необходимостью что была большая череда травм в команде видно именно поэтому его хотят в МЮ вот дебютировал он в октябре 2010 года до того момента как он забил первый гол а это было в феврале 2011 года он сыграл порядка ну наверное сети матчей то есть он играл практически в каждом матче и то есть он забил всего один гол вот сейчас вот сейчас маленькая ремарка а сколько ему тогда лет если ему сейчас около 21 ну если он родился в 93 году это получается так в 17 лет он получается в первую команду приведен да в 17 лет и вот в 2011 феврале 2011 года в матче с Нороэста он забил свой первый дебютный гол в клубе он пробыл в Сантосе три года забил 7 голов в 61 матче вот и после ряда громких слов он перебрался в Лацию в 2013 году за 6 миллионов фунтов стерлингов дебютировал он в октябре в групповом этапе Лиги Европы против турецкого Трапсанспора свой первый гол он забил также в рамках Лиги Европы против Варшавской Лиги за Лацию он забил 16 голов в 69 матчах и как бы сейчас думается наверное что он будет забивать больше но честно говоря вот якобы просматривал его индивидуальные действия в некоторых играх я в нем не вижу ничего удивительного я не считаю что этот игрок лучше Решворда я не считаю что этот игрок лучше Джесси Лингарда наших родных игроков игроков у которых есть пламя в сердце вот как раз об этом говоря я хотел бы сказать что может быть почему Луи Ван Гал еще не купил игроков потому что сейчас у многих игроков нет того что было раньше как говорил сам стар Алекс Фергюсон если игрок не может как бы в себе огонь возбудить то просто то что пытается объяснить тренер это все просто в пустую игрок сам должен хотеть побеждать игрок сам должен хотеть бегать его не должны заставлять а смотря просто на игру нынешних игроков примерно того же Димарию с каким просто он нежеланием ходил иногда по полю мне просто хотелось сказать господи да забери сейчас свои вещи я тебе лично куплю билет в Париж и валит и в свой ПСЖ вот как бы это лично на моем но тут стоит согласиться потому что опять же возвращаемся к Лиге имеется Реал у которого практически ни одного воспитанника кроме Касильвеса который горел на каждом матче против той же Барселоны и Барселона практически со всеми воспитанниками который горел почти всем составом против Реала вот один из самых ярких примеров а я хотел ремарочку на возбудить сделать на самом деле очень такая ситуация щепетильная для российских фанатов да и не только в смысле русскоязычных фанатов в вопросе возбудить когда он на одном из интервью сказал что он хочет чтобы его футболисты выходили на поле более возбужденными тут сразу вспомнилось каждый думает по мере своей испорченности но тем не менее а согласитесь вот это возбуждение в матче с Митю Ландом оно и показалось команда была на взводе команда была эмоционально такая прям кайфовала от игры своей я вот сам вспомнил сейчас фотографию футболистов пассажир где в меру своей испорченности палатка так скажем стояла тогда еще ходили слухи что си Алекс спонсор пассажир ребята возбужденные про Юнайтер тоже есть очень классная гифка где на какой-то тренировке довольно-таки старой тренировке еще во времена Криша я думаю вы уже поняли про такую историю конечно же помню да когда он приподнимается очень веселый момент на самом деле даже и даже нельзя сказать про кого кто поднимается Роналду ну вы поняли я так по ощущению что скоро нужно будет ставить рейтинг 18 плюс и нас скоро вообще заблокируют будем надеяться что Ютуб нас не тронет я уже краснею как манифест коммунист смотрите мы с вами поговорили про трансферы в прошлый раз мы уже говорили про тот вопрос который я хочу опять затронуть это травм 14 травм вот в прошлый раз мы решили с вами что это стечение обстоятельствами удачное а вот сейчас я вот обозревал комментарии фанатов пресса различной и очень многие говорят что это причина изнуряющих изощренных тренировок вы согласны с этим буквально пару слов ну если вкратце конечно возможно Ван Гал так скажем увеличил нагрузки потому что все таки он практикует энергозатратный но опять же Артем у нас в прошлый раз очень четко заметил что мышечных травм практически минимум это были травмы со степями да вот у нас сейчас появились действительно мышечные травмы это Дехея и Марсиаль насколько я вам помню то там нежначительные травмы и возможно это небольшой дискомфорт от того что все таки надо признать что Марсиаль очень много играл то есть это только вкратце подводить если люди хотят видеть Ван Гал они и будут ну смотрите вот с того выпуска у нас еще травмировался Бортвик Джексон у него вроде вирус говорят это вообще мимо карты тогда уже пусть говорят Ван Гал не заставил его куртку одеть Ван Гал должен вычнять ему вирус и у нас у нас же травмировался еще Уил Кин а вот у Уил Кина кстати да у него же мышечная травма он вроде то ли пах причем он успел выйти буквально там раз раз штангу да он вроде мышцы паха ну тут вот здесь вот может быть казалось он плохо размялся вот это вот скорее всего может быть потому что не очень удачная размилка была я так что я со своей стороны я не буду ничего говорить я буду очень краток я скажу что я не буду каких-то своих версий выдвигать мы не можем знать что там нас нет на тренировок там сейчас как я слышал уже вроде построили большой забор Луи Ван Гал дал команду чтобы никто ничего не видел это их дело может быть он повышает нагрузки может быть он их понижает это дело тренера может быть они плохо разминаются никто такой тоже вариант как бы не рассматривает все почему-то вот все валится ну и Ван Гал поэтому я скажу я свою версию выдвигать не буду травмируются значит травмируются не травмируются значит не травмируются нам остается вредным фанатам надеяться на то что этих травм все-таки станет меньше и ребята вернутся к важным матчам ответственным матчам и пожалуй пожалуй перейдем к нашему третьему вопросу сегодняшнего выпуска о котором можно долго-долго говорить это матч против принципиального соперника Арсенал смотрите что мы имеем на данный момент Арсенал занимает третью позицию странно причем для Арсенала вроде как на четвертом должен быть ну люди еще время есть вернуться на свою позицию вот 51 очко при этом мы спустились на шестую позицию и у нас 41 очко разница в 10 очков вот при этом нам необходимо минимум выходить на четвертую позицию для начала для разогрева а это как минимум 9 очков и я бы сказал это один из принципиальных матчей который нам необходимо выиграть чтобы начать наш путь по возвращению в топ-4 чего сглете от матча я начну с вопроса как правильно вот Замир ты у нас так скажем в английских СМИ лазишь часто как правильно Арсенал Арселона или Барсенал я думаю Барсенал отличный вариант все-таки Барсенал там играет большую роль Арсенала по матчу конечно все-таки надо быть реалистами и признать тот факт что у нас проблема в защите катастрофическая вот тут вот надо сделать помарку на то что Керрик очень плохо играл с Митиланом к Митиланом к Митиланом и возможно то что у нас будут большущие проблемы по матчу честно сказать я вот конечно сердце хочет победы разум подсказывает что если будет победа это чудо говорят что Маркус вроде как должен восстановиться да хоть он не сможет сыграть весь матч но Маркус Рохан в принципе даже если он полтайм отыграет на своем уровне это будет уже неплохо что снимет в свою очередь нагрузку с Керрика все-таки надо узнать если его поставить в центр защиты но зная Ван Гала во-первых он его неподготовленного не выпустит пока он пройдет все этапы от Ю-18 до Ю-21 так сказать покажет себя все-таки это Ван Гал он не будет как Фергюсон по пх вроде как иди играй нет все-таки он будет это самое подготавливать его ну возможно да мы его во втором тайме увидим опять Ван Галовские замены очень уповать на то что Роха выйдет и как бы хотя бы может быть что-то в концовке добавить и надо понять тот факт что Роха не будет и будет у нас центр друшлочок и не будет у нас центра защиты да друшлочок мягко говоря какие же вы пессимисты друзья мои а вот я верю в Ю-Найт я верю в Луи Ван Гала я верю что завтра мы победим со счетом 2-1 голы забьют что Алексей стоп мы единственное во что мы не верим это мы не верим в линию защиты нашей но в атаку мы очень сильно верим так что мы не настолько пессимисты будем по бразильской системе играть вы нам сколько сможете а мы сколько захотим да 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 именно так можно и так да вот ну лично мое как бы мнение по завтрашнему матчу я думаю сыграем немножко нервозно начнем матч точно не мы начнет матч арсенал ну в том смысле что не мяч разведет а как бы начнет атаковать кстати мы можем на это поставить из интереса вот потом как бы игра мне кажется чуть подуспокоится и возможно будет немножко скучноватая потому что сейчас командам рисковать очень не нужно и у команд сейчас буквально каждое движение это уже возможно победа возможно ничья возможно поражение для кого-то поэтому я думаю если будет победа то с минимальным счетом если будет открытый футбол то юнайтед точно забьет два гола вот мемфис опять будет лажать это я в этом 100% уверен потому что он такой игрок которая на мой взгляд немножко самоуверенно подойдет к следующему матчу вот если он выйдет в старте то возможно чуть-чуть положает но потом все немножко встанет на свои места жду гол один от Депая и один гол жду от Джесси Линга если он завтра выйдет защита я думаю сыграет хорошо вот главное что без травм ну и удачи юнайтед ин луи вангал вид раз ну насчет скучной игры не совсем если только юнайтед будет сушить прям откровенно сушить прям припаркует красивый лондонский красный автобус но в целом я не уверен что Арсенал будет осторожничать он все-таки будет работать в позиции силы именно так как это было в первом матче это высокий прессинг это именно вот этот барселоновский стиль вот именно навязывание борьбы вот этот вот и вот есть значит что нас спасает Кэрик в защите это то что у него есть пас то есть предыдущие матчи которые более-менее тренера готовились они все-таки работали по блинду больше блинда прессинговали чтобы он не мог дать пас и смолинга оставляли открытым так как с этим он не дружит с пасом а в данном случае у нас есть по крайней мере как минимум два футболиста которые могут не ошибиться хоть какой-то и в этом позитиве все-таки есть ну да что Кэрик что блинт обладают хорошим пасом хорошим видением поэтому думаем верим что все будет хорошо смотрите ребят по ситуации в таблице вот я уже обначил цифры обозначил нашу позицию позицию арсенала смотря реально на наши шансы по центнам соотношения каковы наши шансы вернуться в топ 4 и в принципе подняться чуть повыше шансы определенно есть если по честному сказать просто допустим надо все-таки уточнить когда у нас возвращаются ключевые фигуры то есть в первую очередь смотрят и возможно допустим они нападающие прям руни прям так сильно я его не жду если честно а вот Марсиаль это уже вопрос ну про Марсиаля извини что перебиваю про Марсиаля сам Бангал сказал что он в принципе почувствовал легкое недомогание вот и вовремя остановил свою разминку поэтому такого критического повреждения он не получил и я думаю даже если он пропустит завт матч с Арсеналом на следующий матч он уже выйдет Элой здоровый все-таки закончу мысль так что помимо ключевых фигур еще нужно все-таки пусть даже это футбол это игра но так как Юнайт находится на посадном положении нужно для себя сделать выбор какую конечность потерять то есть либо это Кубок Англии либо это Лига Европы либо же это АПЛ от чего-то нужно отказывать невероятное количество матчей мы даже подкасты уже в два матча начали делать потому что куда же только записываться да господи просить хорошо смотри будь ты Ван Галом от чего бы ты отказался скорее всего я бы убрал Кубок Англии все-таки Кубок Англии а ты Алексей будь я Луи Ван Галом я бы наверное я бы наверное ни от чего не отказывался хотя бы потому что как бы это конечно дело каждого но Юнайт это такой клуб который даже при самых больших проблемах должен бороться за каждый матч за каждый титул за каждую за каждую кромку поля Юнайт такая команда которая просто ну нельзя даже задать вопрос и тренеру игрокам какой титул вы хотите слить потому что это Юнайт это старый добрый Юнайт просто я вспоминаю матчи еще 1913 1914 года когда был скандал Великой Пятницы в 1915 году он был да скандал Великой Пятницы когда игроки Юнайт просто решили слить матч и вот там как бы эта информация возможно неофициальная и не подтвержденная но было мнение годовало то что болельщики просто отказывались приходить на стадион видя тех игроков которые пытались слить матч вот и это если вспоминаю что это в 1915 году было то в нынешнее время когда Юнайт просто показал свой класс на протяжении стольких лет и показал именно свою агрессию потому что Юнайт это дьявол дьявол но это не Неженко который будет сдавать игры я будь Луи Ван Галовым либо каким-то человеком который бы мог выбрать что сливать я бы сказал ребят мы ничего сливать не будем бьемся до конца я все таки объясню свою позицию потому что про осадное положение мы действительно привыкли то что мы выиграем все и вся но в некоторых случаях просто приходится делать выбор потому что ломиться в стену можно сами знаете голову прошибить и без почек остаться нужно иногда дверь искать ну знаешь договори договори все таки надо быть иногда благоразумным и надо все таки делать для себя выбор хотя допустим вот я сейчас уже задумался хотя кубок Англии очень перспективный вариант и можно мы вот не выигрывали кстати кстати единственный вариант очень глупый вариант это действительно забить на АПЛ и бороться за кубок Англии по одной простой причине что достойных соперников там уже практически не остается и пробовать себя в Лиге Европы по одной простой причине выиграть кубок Англии как минимум стать его финалистом то будешь в Еврокубках хотя бы минимум а выиграя Лигу Европы сейчас нужно попасть в Лигу Чемпионов кстати вот я такое вот как бы я не поддерживаю но если смотреть анализировать своим первым выбором то да потому что в чем заключается суть сейчас премьер лиги мы уже понимаем то что премьер лигу нам не выиграть вот а по сути какое место мы займем второе, третье, четверто я думаю вообще не важно сейчас главное попадание в Еврокубки если так смотреть то нам нужно взять какой-никакой это титул это титул которого у нас вообще нет да во-вторых это проход в Лигу Чемпионов ну и третье кубок Англии это самый старый трофей как бы вообще в мире и я считаю то что его просто говорят что мы сольем кубок но это просто неуважительно это неужели не к традициям потому что раньше просто за него бились даже больше чем за премьер лигу насколько я знаю так он считает имеем место да поэтому я наверное вот в твоем понимании я поддержу второй вариант а в своем понимании мы боремся за все ну знаешь по-честному давай допустим насчет Лиги Европы да это трофей это знаешь это не просто трофей надо подчеркнуть а практика футбольная именно игровая в кубках в кубках не путай кубковость когда вот тренеры говорят вот есть команды которые кубковые именно допустим тот же самый Ливерпуль Атлетика Мадрид и прочие которые именно хорошо играют все-таки надо уметь играть два матча а это очень важный показатель когда Юнайтед выйдет в Лигу Чемпионов и это будет практика первую очередь игрокам и это надо понимать вот смотри Алексей ты сказал что в принципе я тебя поддерживаю в этих словах Юнайтед должен бороться во всех кубках до последнего ну вот я вспоминаю моменты когда вот мы нашим любимым дедушке Сара Алексе в Тергисоне попадали тоже в Лигу Европы вот примерно такая же ситуация была в плане как мы попадали туда и вот я помню как он выставлял откровенно для них третий состав и было явно видно всем что он ну по его сливает помните такое? конечно помню да и там многие даже не то что Юнайтед это и Фоттенхэм такое практикует для них не, ну Фоттенхэм это Фоттенхэм а Юнайтед это Юнайтед мы не можем понимаешь нельзя сравнивать говорить мы Юнайтед мы извините у нас горшок золотой надо все-таки смотреть на вещи реальные английские команды не любят Еврокубки это издавне было то есть если бы в лиге чемпионов не давали хреновую дучу бабла то и в нем бы сильно бы не боролись команды все-таки надо обратиться к истории когда первый трофей кто его заявал первый европейский трофей в каком году напомните мне в английский среди английских команд все и ты у нас податом силен да блин ну ребята Манчестер Юнайтед 68 год первый Еврокубок вообще которые это вообще первый вообще среди английских команд не только среди мальчиков потом позагинаем пальчики у нас Ливерпуль из всех команд которые забирали Ливерпуль Манчестер Юнайтед Нотингем Форрест и Челси 4 клуба Гайз надо все-таки это понимать не говорить мы Юнайтед мы должны а все-таки понимать какое отношение у английских клубов непосредственно к Европе ну мы Юнайтед мы должны это мы в любом случае будем говорить не ну мы тогда мы не будем объективны просто нет почему исторически просто так сложилось понимаешь и мы привыкли к победам понимаешь мы привыкли видеть да мы видели и плохие времена и читали и собирали всякую информацию но тем не менее вот с адекватного периода когда я вот уже начал осознавать я люблю этот клуб я готов за него болеть и идти до последнего я видел только победы да были иногда спады но я видел преимущественно победы и в моей голове ну очень тяжело зачастую укладывается то что мы сейчас в тяжелом положении хотя как человек адекватный я понимаю причину и как любой другой фанат я хочу чтобы мы поскорее из этого выбрались но все равно мы Юнайтед мы должны я от своего не отступлю в любом случае я как бы тоже здесь не отступлю и вот как бы Амир сказал то что в свое время наш дедушка любимый он тоже как бы так сказать выставлял слабый состав но мы должны понимать немножко тоже разницу что этот человек это заслужил этот человек заслужил это той работы которую он проделал а если Луи Ван Гал ничего не выиграв ничего не выиграв скажет ой ребят знаете а нам вот не нужен кубок Англия давайте сольем его ему скажи ты чего а что ты сделал для клуба чтобы сливать игроки типа скажут игроки стараются а ты то есть решил слить его правильно получается я тебя понимаю я второй раз я соглашусь с тобой действительно но ты же должен понимать что извините я уже на пальцах посчитал да у нас шестой левый защитник играет в команде уже с Ю-18 приперся к нам ну иногда просто нужно быть адекватным все таки адекватность болельщика заключается не в любой вере в клуб как обычно многие делают это и просто как-то рефлекторно к юнайту привязывается а иногда это все таки стратегия и тактика нужно иногда делать для себя пусть даже тяжелый выбор но может быть в будущем Ван Гао скажет это был отличный ход если бороться за все и все ну просто действительно сейчас у юнайт нет ресурсов это надо понимать в первую очередь надо опираться на ресурсы мягко говоря на данный момент нам нужно просто набрать необходимое количество очков которые гарантируют нам попадание в топ-4 вот и соответственно в лигу чемпионов и ну позабить когда получается на АПР ну это единственный вариант я единственный более-менее адекватный вариант потому что шансы в лиге Европы если при условии что мы победим Ливерпуль дальше нам будет только легче насколько я понимаю вот если взглянуть на команды которые там останутся в принципе мы вполне возможно можем взять лигу Европы и в принципе кубок тоже знаешь кубок Англии это как подстраховка потому что у нас все таки с Адидасом контракт допустим рассчитан на Европу то есть если мы останемся в лиге Европы то Адидас ничего нам не сделать надо понимать все таки мы коммерческий проект и спорт есть спорт и иногда к сожалению к печальному сожалению приходится опираться именно на деньги потому что эти деньги кормят содержат и дают нам трансфер и качественных футболистов да ребят мы с вами что-то сильно зафилософствовали и ушли это не философия это банальная стратегия стратегия это она банальная но мы философствуем на эту тему на тему этой стратегии смотрите ребят давайте поговорим о том чего стоит ждать от Арсенала в плане футболистов кого он выставит ну Венгер будет достаточно банальный это будет Джеру это будет Санчес это будет Юзиль 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 ну мне нравится просто так его назвать Юзиль Юзиль кстати скорее всего будет мощный опор в лице Коколена он скорее всего Косорла ну в принципе Венгер извините воробей стрелянный он будет понимать что навряд ли Юнайтед будет настолько опереть скорее всего может быть облегчить центр поля чтобы насесть и добить фразу то есть это возможно даже будет и в чемберлейн вместо Коколена с Анти Косорла в центре ну и защитная линия она там неизменна неизменна Валерин Мертвый Закер и Косячный Косильник а слева не говорящий поумели да Косячный Косильник слева там кто у них сейчас играет Монреаль или гипс там Монреаль разницы по-моему нет да скорее всего Монреаль потому что гипс часто в льем кузычного то есть я если честно вот именно вижу такой состав мне кажется Венгер опять сделает ставку на быстрый гол быстро добить быстро полозик впрочем он выберет стратегию как в прошлый раз Алексей ты того же мне не поддерживаешься ну да я как бы конечно несмотря на то что я большой любитель футбола особый состав Арсенала я не знаю но вот некоторых личностей как бы я очень завтра хотел увидеть и конечно же я хочу завтра видеть всеми нами обожаемого в кавычках и нет Дани Уэлбек царя все хотят видеть я хочу посмотреть просто на то как он будет догнать и очень просто хочу увидеть в составе Решфорда и хочу увидеть Марсиале противостояние Марсиале Уэлбек это было бы что-то потому что каждый из игроков понимает что от них требуется и что на них делается большая ставка вот если завтра я увижу это противостояние я буду доволен даже если будет счет 0-0 потому что я на 100% уверен что оба игрока будут пытаться превзойти друг друга не просто принести результат а превзойти друг друга вот это личное моё мнение такой вопрос в том что вероятность появления Марсиале крайне низка да низка но как сказать судя по последним прогнозам травма не очень серьезная и все будет зависеть от того насколько важен для Луи Ван Галла будет этот матч все-таки рискнет он Марсиалем и что сам скажет Марсиаль какое состояние у него потому что мы сами знаем Марсиаль мне кажется скажет я готов и вперед вперед если он так скажет я все же надеюсь что он выйдет и все-таки если он почувствует что ему плохо он выйдет потому что это не тот человек который хочет на раннем этапе карьеры запустить свое здоровье вот мы заговорили о ребятах баллистах которые могут появиться а могут и нет смотрите у нас по сути три человека это Смолин Марсиаль и Дхея да я думаю Дхея все-таки останется в запасе по Дхея даже как бы что-то нет не йогает сердце слава богу Ромарок показал вроде бы Иван Гао уже точно сказал что Дхея останется на скамейке это единственная пожалуй позиция на данный момент по которой мы можем положа руку на сердце говорить что все а вот Смолинг Марсиаль тут уже конечно вопрос на миллион скорее всего Марсиаль мы увидим если честно мне почему-то так складывается ощущение что мы его увидим честно говоря я тоже так думаю либо в первой половине на пол тайма в смысле на пол матча либо во второй половине либо же короче ну Рашфорда мы навряд ли увидим сразу с первых минут это уже были некоторые издания об этом писали это раз а во вторых скорее всего будет на клиническом все-таки возможно Депай скорее всего либо же было как-то у нас двойный такой центр Депай Лингард то есть это более контратакующий стиль 4-4-2 получится да что-то типа этого ну там больше знаете вот Лучано с полетикой да с Ромой работал у него вообще не было нападающих не до девятка вот это вот будут они активно помогать обороне скорее всего но в то же время два человека которые могут убежать будем надеяться что каждая из линий нашей команды работает и хочется все-таки победы начала вот этого похода за очками тем более с таким соперником и тем более на кону месть вот за прошлый матч наш мстя будет серьезно да 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 вымстим 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 ну посмотрим что там у нас получится что-нибудь еще хотите добавить ребята а не в целом чем мы перемусолили арсенал как что-то добавить надо просто верить 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 больше нам ничего не остается к сожалению так как говорится Believe Believe и тут песня Билана заиграла нет мне на ум приходит другая песня I believe I can fly вот вот ну что же друзья в принципе мы с вами обсудили все темы которые только могли за прошлую неделю за прошедшую так скажем наши любимые слушатели если у вас появляются какие-то вопросы какие-то интересные темы которые вы хотите чтобы мы обсудили обязательно пишите это в комментариях если желаете поучаствовать в наших выпусках тем более пишите это в комментариях если хотите покритиковать нас тоже пишите в комментариях пишите мы стараемся мы развиваемся и делаем это для вас следите за нами в социальных сетях это Вконтакте YouTube Instagram Facebook Twitter где только нас найдете там и следите за нами не забывайте естественно ставить нам лайки помните мы все делаем только для вас от себя на концовку скажу мне бы было бы если честно для меня было бы приятно если бы допустим наши болельщики слушатели выбирали бы футболистов о которых мы будем говорить молодежь возможно даже что-нибудь новое предложить а да кстати поддержку слов Сергея ожидайте от нас в следующем выпуске сюрприз это будет новая рубрика в рамках нашего подкаста вот и да про молодежь предлагайте мы только будем рады нам будет интереснее усложнить самим себе так сказать задачу да предлагайте двоих футболистов молодежной команды которых вы еще не слышали либо слышали но не имеете полной информации и вам тупо лень зайти на сайте Монвитфд на официальный сайт и почитать ее да мы готовы для вас будем ее озвучивать на этом у нас пожалуй все хочу поблагодарить Сергея и Алексея за счастье и себя тоже вот Алексей огромное тебе спасибо за то что принял наше приглашение участвовал будем рады видеть тебя еще раз у нас спасибо большое я от тебя хотел бы добавить благодарность всему проекту театра мечты вот по-английски Theater of Dreams хочу сказать что проект отличный он идет в верном направлении хорошо развивается я желаю всему проекту и всем кто занимается им удачи вот я всегда готов прийти на помощь в развитии и я надеюсь что сотрудничество наших проектов будет очень долгим и очень хорошим и оно принесет много пользы фанатам вот еще раз благодарю 3 of Dreams и всего хорошего всем слушателям спасибо Алексей мы безусловно тоже рады сотрудничать с твоим проектом и в дальнейшем будем готовы сотрудничать сотрудничать и сотрудничать что ж друзья до скорой встречи смотрите футбол любите United всем бобро